Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я рассказывал, как можно запрограммировать миниатюрный микроконтроллер AT-Tiny 10 с помощью USB-ISP программатора. И у некоторых зрителей возникли вопросы, что делать, если программатор при попытке запрограммировать AT-Tiny 10 выдает ошибку. Вот, например, вот такая вот ошибка может выводиться. В этом видео я расскажу, как можно исправить данную ошибку и успешно загрузить скетч в AT-Tiny 10. Дело в том, что покупая программатор, мы не знаем заранее, какую прошивку туда загрузил производитель данного программатора. Открываем страницу с драйверами для USB-ISP программатора и видим, что только последняя версия содержит строку tpi-support, то есть она поддерживает тот самый единственно доступный для AT-Tiny 10 механизм программирования tpi. Но помимо драйверов, которые мы устанавливали в прошлом видео, чтобы система распознавала USB-ISP программатор, данный архив содержит еще и обновление прошивки, которое мы и осуществим в данном видео. USB-ISP программатор содержит три группы контактов, замкнув которые джампером можно изменить параметры его работы. Замыкая контакты первой группы, мы можем выбрать выходное напряжение программатора 3,3 или 5 вольт. Третий джампер позволяет снизить скорость программирования. Чаще всего гребенка контактов тут не припаяна, но иногда такая функция полезна, так что ее лучше припаять. Но в данном видео нас интересует именно второй блок контактов, замыкание джампером которых переводит программатор в режим обновления прошивки. Прежде всего нужно определиться на основе какого микроконтроллера работает программатор. Чаще всего это от Мега-8, но бывает и от Мега-88. В теории может быть и от Мега-48, но я таких не встречал. Лучше посмотреть самому, а не доверяться описанию на странице магазина. Скачиваем драйвера с поддержкой TPI, если до этого их не скачивали. Заходим в папку с распакованными драйверами USB ASP 2011-05-28, далее папка BIN, firmware и выбираем hex файл в зависимости от того, какой у программатора микроконтроллер. Для от Мега-8, от Мега-48 и от Мега-88 соответственно. У меня от Мега-8, так что его я и буду загружать. Проще всего обновить прошивку одного USB-ISP программатора с помощью другого USB-ISP программатора. С помощью Arduino почему-то это получается не всегда. Для этого берем второй USB-ISP программатор. На первый программатор у меня прошивка уже обновлена, а на второй еще нет. Поэтому обновлять прошивку я буду с помощью первого программатора, а заливать новую прошивку на второй. Соответственно переносим джампер на второй программатор и с помощью кабеля, который обычно идет в комплекте с программатором, соединяем оба программатора. Первый у нас будет программировать, а во второй мы загрузим hex файл с новой прошивкой. И соответственно первый программатор подключаем к компьютеру. Теперь нам нужно загрузить hex файл в USB-ISP программатор. К сожалению сама среда Arduino IDE это делать не умеет, так что нам придется воспользоваться другими вариантами. Для загрузки новой прошивки можно воспользоваться программой AwareDudeProg. Скачать ее можно по ссылке в описании к видео. Запускаем программу. Здесь в списке микроконтроллер выбираем микроконтроллер от Mega8. Программатор у нас USB-ISP. И в поле Flash нужно выбрать подходящий для нашего микроконтроллера hex файл. Только я рекомендую перед заливкой новой прошивки сначала сохранить старую. Изменим немного имя файла. И вначале нажмем кнопку чтения. И сохраняем текущую прошивку микроконтроллера в отдельный файл. В дальнейшем, если нам это понадобится, мы можем ее восстановить. А далее выбираем файл новой прошивки и нажимаем кнопку программирования. Отображается процесс загрузки и видим, что USB-ISP программатор успешно прошел. После того, как обновили прошивку, снимаем джампер и подсоединяем программатор к ATtiny10, как я рассказывал в прошлом видео. Далее выбираем библиотеку для работы с ATtiny10. Программатор у нас USB-ISP. После этого из примеров данной библиотеки выбираем скетч Blink, который позволяет помигать светодиодом, подключенным к первой ножке ATtiny10. И загружаем скетч в ATtiny10. Подключаем светодиод проводом с резистором на 220 Ом. И видим, что светодиод мигает раз в секунду. Других проблем при прошивке ATtiny10 у меня не возникало, кроме ситуаций, когда я некачественно припаивал микроконтроллер к переходной плате. Происходило либо замыкание ножек между собой, либо ножки плохо припаивались к контактной площадке. При перепаивании микроконтроллер успешно прошивался. Если у вас возникали какие-то другие проблемы с прошивкой микроконтроллера, напишите в комментариях. Попробуем разобраться. Надеюсь, видео получилось полезным. Спасибо за просмотр. До встречи в новом видео.